Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дениса Пестрикова согласовали на должность министра промышленности. Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, письмо за подписью председателя правительства Дениса Мантурова пришло в конце прошлой недели. Соколов поздравил Пестрикова с новым статусом и добавил, что слышал много хороших отзывов о работе своего подчиненного Дениса Мантурова. Напомню, в должности исполняющего обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Пестриков работал с ноября прошлого года. Стала известна причина отмены конкурса на ремонт дороги до Победилова. Инициатором этого, как оказалось, стал губернатор Александр Соколов. Об этом он рассказал на еженедельном совещании. Напомню, в конце января на сайте госзакупок была выложена информация по поиску подрядчика на ремонт дороги в один километр от поворота с Победиловского тракта до аэропорта по цене 111 миллионов рублей. А такая сумма, по словам Соколова, возмутила жителей региона. Он объяснил, что, цитирую, с точки зрения техники все сделано грамотно, потому что объем очень большой, современное освещение, расширение полотна, остановочные комплексы. Но для жителей такая цена за один километр дороги слишком дорого, сказал Соколов. И попросил подчиненных впредь относиться к таким проектам политически грамотно и выносить их перед объявлением конкурсов на обсуждение общественности. В Кирове предлагают запретить ночную работу мини-маркетов. Речь идет о торговых помещениях, площадь которых составляет меньше 100 квадратных метров. Письмо с таким предложением в адрес губернатора направило МВД по Кировской области. Как пишут бизнес-новости в Кирове, существующие законы не решают проблемы магазинов формата 24 часа, так как многие из них находятся в нежилых помещениях или отдельно стоящих зданиях. Полицейские предлагают полностью запретить им работать ночью. При этом формат магазина, продуктовый или хозяйственный, роли не играет, только площадь. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.